Азербайджан для Ирана имеет особое значение, и очередной визит делегации из Тегерана в нашу страну вновь это подтвердил. Переговоры с официальными лицами в Баку и Нахчеване лишь укрепят двусторонние отношения. Кроме того, перед Кабмином страны поставлены задачи в связи с восстановлением освобожденных от оккупации земель. Подробнее обсудим с депутатом парламента Азербайджана Самедом Сейдовым. Самед Майлен, здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте, я тоже вас очень рад. В Азербайджане на этой неделе побывала делегация во главе с председателем Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана. Делегация провела переговоры, как я уже отметила, с официальными лицами в Баку и также посетила Нахчеван. Как вы подведете итоги этих переговоров? К чему пришли? Ну, прежде всего, должен сказать, что этот визит чрезвычайно важен, он актуален. И он еще раз подтверждает то, что добрососедские отношения, дружественные отношения с нашим очень большим и влиятельным соседом, таким как Исламская Республика Иран, для нас не только чрезвычайно важны, но и имеют и стратегическое значение. Прекрасно мы помним, как во время Отечественной войны лидеры Ирана, верховный лидер Ирана, Сейдали Хумении, буквально следующее сказал. Карабах – это территория Азербайджана, и Азербайджан имеет полное право восстановить свою территориальную целостность. Буквально на следующий день после этого заявления президент Ирана фактически повторил эти слова. Далее практически все руководители Исламской Республики поддержали те действия, те усилия, которые Азербайджан приложил для освобождения своих территорий. Помимо этого, необходимо сказать, что позиция Ирана, она очень большое влияние оказала и на то, насколько общее настроение в регионе по поводу этого конфликта складывалось. Потому что, представьте, такие серьезные игроки в регионе, как Россия, Иран, Турция, высказав однозначно свою позицию, поддержали Азербайджанскую позицию. И это существенным образом повлияло и на мировое сообщество, которое также в большинстве своем Азербайджанскую позицию поддерживает. Господин президент, посещая территорию освобожденной уже от оккупации, будучи непосредственно в близости от Кудапаринского моста, сказал удивительно и очень важную, я думаю, для наших двусторонних отношений фразу, что те 132 километра границы, которые, ну потом может быть чуть больше, чуть меньше, это не так важно, километра границы, это граница дружбы с Ираном. Это действительно так, мы считаем наши отношения с Ираном стратегически важными отношениями. И, естественно, делегация, такая большая представительная делегация во главе с представителем комитета, который фактически отвечает за главные направления и по безопасности, и по обороне, и по международным отношениям, кстати. Поэтому и мы тоже с ним лично встречались. Высказал конкретную, однозначную позицию по развитию этих отношений, в том числе и по желанию иранской стороны участвовать в восстановлении тех территорий, которые освобождены от оккупации. Самет Муалим, почему Азербайджан, на ваш взгляд, занимает особое место во внешней политике Ирана? Связано ли это только с исторической общностью и географическим расположением? Ну, во-первых, не только уже в внешней политике Ирана. Конечно, во внешней политике Ирана мы занимаем очень важную позицию. Я думаю, что недавнее заявление верховного лидера Ирана о том, что исторически Азербайджан всегда предотвращал нашествие, был крепостью своеобразной по отношению к тем врагам Ирана, которые были. Конечно, это имеет большое значение в том смысле, что действительно и сейчас проводимая нами политика – это политика добрососедства, не вмешательства во внутренние дела, это политика признания территориальной целостности обеих стран, и политика, которая направлена на удовлетворение национальных интересов наших народов. Вот если с этой точки зрения подходить, посмотрите, какие интересные и важные результаты тут же проявляются. Это совместное участие в проекте «Север-Юг», где мы существенную роль играем не только как моста, соединяющего север с югом, но и центрального ключевого государства, которое сегодня вкладывает даже свои средства для строительства и железной дороги, и автомобильной дороги через Азербайджанскую Астару в Иранскую Астару. Это совместное, фактически, историческое решение по разделу Каспия, которое чрезвычайно важно для стабильности, для развития региона и превращения Каспийского бассейна в море дружбы, затрудничества, и море, которое свободно от различных иностранных вмешательств. Это вместе с тем и чрезвычайно важная роль в обеспечении наших интересов и потребностей с точки зрения прорыва блокады в Нахчуан. Сегодня, вы знаете, ситуация изменилась уже. Сегодня мы думаем о прямой возможности доставлять наши товары, проводить железную дорогу, автомобильную дорогу в Нахчуан. Это новые реалии. Но не надо забывать, что когда эта блокада Нахчуана продолжалась, мы осуществляли вот этот вот транзит по территории Ирана, по территории Ирана, которая чрезвычайно для нас важна. Наши национальные интересы заключаются в том, чтобы жить в добрососедстве и поддерживать тесные стратегические отношения с таким крупным государством, таким влиятельным государством, как Иран. Вы знаете, что мы наши международные отношения не строим в угоду кому-то. Мы наши международные отношения строим прежде всего в угоду нашим национальным интересам. Это позволяет нам дружить и с Ираном, и с Соединенными Штатами, и с Россией, и с Израилем, и быть в братских, дружеских, теснейших отношениях с Турцией. Смотрите, сколько совместных проектов было, документов было подписано, что еще более сближает наш народ. Вступил в силу представленный нашим комитетом и утвержденный парламентом законопроект о совершенно беспаспортном визите наших граждан в Турцию. То есть сейчас уже с удостоверением личности и турецкие граждане, и граждане Турции, и граждане Азербайджана могут посещать. То есть это огромный спектр отношений с нашими ближайшими соседями, среди которых Иран занимает исключительно важную позицию, и мы в этом направлении договорились с нашими партнерами из Ирана продолжать наши контакты, как в двухстороннем формате, так и в многосторонних форматах. Мы не исключаем возможности создательного проведения заседаний, допустим, на уровне комитетов международных отношений, между иранским, турецким, азербайджанским парламентом, между азербайджанским, российским и иранским парламентом. Надо быть достойным сотрудничества, дружбы и мирного сосуществования в регионе. Спасибо большое за очень подробный ответ. Последний мой вопрос, он будет касаться того, что на этой неделе, 16 февраля, президент Азербайджана подписал распоряжение восстановления освобожденных земель и поставил перед Кабмином конкретные задачи. Хочется узнать ваше мнение, как вам видится этот процесс. Ну, я как депутат парламента, экономические дела, конечно, входить не буду, хотя всем ясно, что если на протяжении 30 лет мы работали для того, чтобы освободить эти территории, так скажем, добиться освобождения наших исконных исторических земель, для оккупировать Карабах, для оккупировать наши районы, прекрасные, удивительные по своей красоте районы. Я думаю, что в мире такой красоты просто нет. Это само собой разумеется. Так вот, если мы на протяжении своего длительного времени работали на освобождение, на Карабах, то сейчас Карабах начинает работать на Азербайджане. Самое главное, что сейчас уже после войны тот экономический бум, на пороге которого мы стоим, тот экономический рассвет, новый этап развития Азербайджана, который стоит, он уже, я думаю, виден всем, и в Азербайджане, и за рубежом, поскольку количество компаний, количество государств, количество фирм, которые пытаются приехать сюда, участвовать в процессе восстановления, вложить свои деньги, какие-то проекты предложить, уже огромное количество. Значит, для нас уже огромная задача, прежде всего, создать им условия, создать им условия, чтобы они приезжали, чтобы они могли вкладывать эти деньги, и чтобы не боялись за эти деньги, потому что Карабах дает такую уникальную возможность для всего мира. Азербайджану удалось разрешить этот конфликт, точнее, сначала управлять этим конфликтом. В конфликтологии это называется конфликт-менеджмент. Мы управляли этим конфликтом, мы жили с этим конфликтом и вместе с этим конфликтом развивались, строили сильнейшую экономику, устанавливали отношения с нашими соседями. И вот за этим управлением конфликтом пришла другая фаза, другой этап, который называется конфликт-резолюшн, то есть разрешение конфликта. И нам удалось разрешить этот конфликт, то есть и военными средствами, и дипломатическими средствами. Вот господин президент прекрасно сказал в Лачине, когда он присутствовал там, что никогда не собирались возвращать на Лачине. Да и очень многие даже думали, что Шуша, очень невообразимо, что она вернется обратно. Это заслуга нашего президента, это заслуга нашей армии, это заслуга нашего народа, это заслуга той железной воли, которая позволила освободить нашу территорию. Значит, управление конфликтом было, разрешение конфликта, конфликта-резолюшн было, а сейчас мы перешли на третью фазу, и вот постоянно об этом в средствах массовой информации говорю. Это конфликт-трансформейшн, это изменение конфликта, это то, что я о чем вам сказал. Это мы работали на этот конфликт, мы его разрешили, этот конфликт, и теперь этот уже пост-конфликт служит развитию Азербайджана. И теперь вот то, что происходит, оно обеспечивает серьезный, серьезный, я не случайно назвал это слово, экономический бум в Азербайджане. Но для того, чтобы он состоялся, необходимо несколько конкретных условий. Нельзя ждать, что просто так вот само по себе произойдет трансформация этого конфликта. Здесь необходимо прилагать конкретные меры, которые, кстати, уже политическим руководством страны уже начали осуществляться. То есть это инвестиции, это строительство дорог, это строительство различных других объектов, это приглашение международных специалистов, это оценка деятельности, это подход к этому с современной точки зрения, это создание таких условий, чтобы больше вообще никогда по поводу конфликта на этой территории не говорить. И тем самым мы переходим в совершенно новое состояние, новое состояние не только для Карабаха, не только для этих семи районов, но новое состояние для всей страны. Мы всегда говорим, если так условно говорится, что была первая наша демократическая республика, потом была вторая во время Советского Союза, потом третья независимая наше государство. Но это независимое государство, если вы посмотрите, на протяжении всей истории было всегда под оккупацией. И вот сейчас мы восстановили свою территориальную целостность, я бы даже назвал условно, что мы создали четвертое государство, четвертую республику, свободную, полностью восстановившую свою территориальную целостность. В которой начинается новый экономический бум, в которой начинаются новые, принципиально новые отношения с соседями, включая Иран, конечно, о котором вы говорили, но не только Иран, а всех соседей, все мировые государства. И тем самым мы становимся свидетелями совершенно новых явлений, о которых говорил президент, которые можно назвать одним словом новая реальность Азербайджана. Самет Муальма, огромное вам спасибо за столь содержательные ответы. Спасибо. Пожалуйста. Напомню, нашу страну на этой неделе посетила делегация из Ирана. Итоги визита нам комментировал депутат парламента Азербайджана Самет Сеидов. Говорили мы также о поставленных перед Кабмином Азербайджана задачах по восстановлению деоккупированных земель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...